всем привет на канале готовим вкусно с вами я павел и пока я бастурмировал у меня уже успела отрасти борода сегодня наступил тот самый момент когда мы будем тестировать что же у нас получилось мясо хорошо просохла провялилась ну и самое время посмотреть приступаем итак друзья для того чтобы защититься от мух я как и говорил в прошлом ролике вот так было все прошито и самое время посмотреть спустя две недели на наше хорошее мяско благодаря тому что температура у нас поднималась в некоторые дни до 32 33 градусов было очень жарко была низкая влажность мясо не просто успела завялиться а прямо-таки неплохо подсохнуть вот она наша нога козлика уже можно срезать вот она наша нога козлика такая симпатичная возьмем кусочек курицы эти такой ядовито-оранжевый прикольный цвет ну и естественно говядина тоже все отлично просолила провялилась просушилась и так друзья и честно скажу я не знаю с какого куска мне начать тестировать потому что я хочу попробовать все особенности к козью ножку ну давайте попробуем все-таки стына чит ее еще ни разу не пробовал мясо такое не вялил значит давайте начнем с нее погнали посмотрите какого обалденного цвета мясо на срезе она мягкая но как мягкая но достаточно плотная но то же время она и мягкая просто замечательные кусочки мясо темно-розовое в принципе блестит нужен только по нают по острие но чтобы блестела еще больше она просвечивается на свет что по поводу курицы прикольный ядовитый оранжевый цвет из-за кукурмы давайте разрежем посмотрим что внутри какого цвета мясо смотрите курица практически не поменяла свой цвет нежнейшие розовые кусочки ждут пока вы их съедите видите разницу по цвету козлик курица ну запах не могу сказать что какой-то супер специфический пахнет курочкой курицу надо было больше вымачивать все-таки зря я передержал неделю в холодильнике вместе с солью два дня вот это тот оптимальный срок когда нужно держать курицу но опять же таким обалденные нежные кусочки курицы кукурма специи это все ее подчеркивает отличная просто просто отличная курочка ну естественно говядина говядина это всегда говядина неважно это стоит или это бастурма это вкусное хорошее и ценное мясо смотрим я сейчас попробую разрезать и специально по центру очень плотный кусок получился видите темный красивый насыщенный цвет ну и наша миллиметр шубы ну и нарезаем мясо ужасно плотное просто но зато посмотрите на эти тоненькие ароматные кусочки которых я просто не могу сказать что это что-то невкусно нереально это реально вкусно и причем настолько универсальное блюдо что должно быть просто мат хэв маст хэв много козленка или кусок говядины это то что спасет вас пришли друзья пошли в поход пошли на рыбалку есть и чего приготовить чем угостить просто бомба ну а я имею законное право спустят сколько три с половиной недели попыток записать этот ролик открыть свою баночку безалкогольного пива включить свой любимый сериал кстати напишите в комментариях как вы думаете какой мой любимый сериал с учетом того что я люблю научную фантастику и за последние наверное лет пять вышло только два достойных сериала и напишите что смотрите вы из разряда научной фантастики возможно я это сериал еще не смотрел а с вами был канал готовим вкусно который сделал бастурму который рассказал вам как ее делать кушайте пробуйте тестируйте экспериментируйте кулинария это не мастер-шеф-класс там где вы просто работаете с у шефами у вас есть конкретный рецепт которого надо придерживаться который нравится 90 там процентам посетителей ресторана вы все кулинары вы можете готовить и творить то что нравится только вам захотели добавили сюда не знаю майонезную обмазку попробовали невкусно выбросили захотели добра и добавили что нибудь типа гвоздики и цедры лимона вам понравилось это вкусно значит вы настоящий кулинар вы ищите вы тестируете а вы подписывайтесь на канал делитесь нашими видео с вами был я пашка павел пашка готовим вкусно очень канал скоро будет реально надеюсь приятного аппетита всем грубо